Всем привет, привет! Очередной водный репортаж из Айанапы. Сегодня второе мая, второй день Паспы. Сегодня волны. У берега сильные волны. На самом деле полное безветрие, но волны почему-то у берега сильные. Здесь, когда заплываешь подальше, волны практически не чувствуются. Короткий опыт по поводу выбора отеля на Кипре. Читайте отзывы. В интернете их достаточно найти отзывы. Я, в принципе, сам периодически пишу какие-то отзывы на TripAdvisor по разным отелям. Очень удобно, в принципе, выбирать. Так что, если вы куда-то едете, пожалуйста, не скупитесь на отзывы. Пишите, чтобы людям было удобно выбирать без отелей. Вот. Мы, например, хотели сначала поехать в Протарас. Это здесь 25-30 минут на автобусе ехать в сторону Фамагуска, оккупированной турками территории. Вот. Ну и что-то мы там не выбрали в этом Протарасе, что-то там не понравилось, не знаю. И, кстати, выбрали отель Вайонапер Тофинис. Тофинис 4 звезды на завтрак и ужинах. В принципе, нормально. Отель реконструкции была в 2012 году. Все такое чистое и уютное, аккуратное. Прям даже придираться не к чему. Прям соответствующая четверка. Два бассейна. Один бассейн открытый, другой бассейн закрытый. Рядом со спортивным залом. Тренажеры, гантели. Все как бы подобающе. Персонал вышкаленный. Видимо, он настолько дрессирует, что придираться тоже не к чему. Единственный минус какой, это одна точка Wi-Fi, которая находится в холле. Бесплатный Wi-Fi. Ну и, соответственно, так от туристов много сейчас стало. Этого интернета не хватает на всех. Сейчас же вайберы, скайпы. Хорошо еще перископ никто не ведет. А то бы тогда вообще сеть упала. Вот. Ну, это, наверное, единственный минус. Ну, хотя еще один минус, это не очень хорошая звукоизоляция отеля. Потому что слышимость такая хорошая. Например, сегодня ночью. Видимо, вновь приехавшие русские туристы орали просто всю ночь до пяти утра. Убираются каждый день. Завтраки, ужины просто потрясающие. Вот. Был рыбный день. Один день в неделю рыбный день. Креветки размером с ладонь. Кальмары, мидии, осьминоги. Что только нет. Баранина практически каждый день. Для тех, кто любит баранину. Ну, на завтрак йогурты разновидные, творог, яйца, омлеты, шампиньоны, жареные. Ну, в общем, всего в достаточно. На ужин, единственное, когда вы приезжаете на завтрак-ужин, на ужине платные напитки. Это четыре цены магазина. То, что в магазине стоит 2 евро, здесь стоит 8 евро. Ну, это надо понимать. Они тоже так зарабатывают. Верх бутылочка водички, маленькая. Где-то там 0,5, наверное. Но стоит 2 евро. В принципе, такой самый бюджетный вариант. Если вам нужно не упасть, глядь лицом. Вот. А так, смотрите, чтобы отель был, соответственно... Есть отели с детьми для детей. Есть отели, где нет детей. У нас, допустим, отель высоко находится на возвышенности. И у нас там детей не так много. Поэтому, в принципе, довольно-таки спокойно. Есть отели, где более шумные. Где дети. Вот. Ну, и, соответственно, выбирайте, чтобы был Wi-Fi. Потому что практически все отели не имеют бесплатного Wi-Fi. А интернет достаточно дорогой. Ну, и, соответственно, интернет, конечно, слабый. Вроде непонятно. Сейчас новый такой тренд в плане интернета. Интернет должен быть доступный. Особенно в России интернет вообще довольно-таки дешевый и доступный. Здесь я бы не сказал. Вот. Ну, наверное, пока все. Водный обзор. Сегодня 2 мая 2016 года. Второй день Пасхи. Ну, там находится мост влюбленных или мост любви. Куда постоянно экскурсии приплывают. От нашего отеля это буквально 5 минут пешком. В принципе, очень удобно. Там же на возвышенности находится парк скульптур. Который каждый день пополняется новыми скульптурами. Вот. Ну, там наверху обычно есть грек Димитриус. Который по утрам продает лунку по 2 евро полкило. Дыни за штуку, евро за штуку. Вин у него там какие-то разные. Вот. Обещал привезти вино в Санта Джон Командория. Самое популярное здесь вино. Это типа ликерное вино, мускат, 15 градусов крепость. Такой как божественный эликсир. Вот. В магазине стоит 15 евро. Ну, вот в магазинчике, который я, помню, говорил. В отеле Ньюфа Магуст. Он там стоит 11. Он обещал привезти по 10. Я говорю, давай вези нам 5 бутылок надо. 5. Ну, это я уж так. Можно, в принципе, и по 11 купить. Ничего страшного. В качестве подарка это мастер. Наверное, самый лучший подарок. Потому что это вино только на Кипре. Это виноградники расположены в горах. Высоко в горах Тродос на Кипре. Вот. Южный, южный берег. Южные, как бы, части этих гор. И оттуда вот это самое дорогое вино кипрское. Также в пафосе есть вино мускат. Лойл. Компания Лойл. Это еще раньше, наверное, лет 30-20 назад был широко популярный в России этот мускат. Он стоит 5 евро в местных магазинах. Димитриус, продавец клубники, вина, оливковое масло. Манго. Манго. Теня. Теня. Скоро черешня. Так. Еще что будет? Потом гранат. Гранат. И все фрут. Все фрут. Мед. Мед. Если люди хотят, привезут. Мед. Мед. А что за мед? Какой мед? Мед. Мед? Фромгоре. А, Фромгоре. Трудос или Тродос? Тродос. 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 Угу. Ясно. Кипротик любит очень Россия. Крек Кипрот. Любит очень. Все любит. Все любит. Все любит. Хорошо, Димитрес. Мы пойдем. Хорошей торговли. Кипротик – это второй дом для россии. Все это видимо полезно. Ш triumph shocked. Эфхаристо. Все против любой россии. Ш опубликовалиérerエфхан wise, Лев. Браво. Эн. Гмбунис. Все против любой россии. Это мАМА у нас. Это не кресия мАМА у нас. Это русия МАМА. Россия. Эфхаристо. А у нас есть вкусная клубника. 2 евро. полкиво. Ну, пока, наверное, все. Всем удачи! Приезжайте на ОТО, неважно куда, на Кипр, в Грецию. Ставьте лайки или дизлайки, это приветствуется. А также помогайте туристам писать обзывы по отелям, где вы путешествуете. Все, всем пока!